Дорогие друзья, наконец-то последний слот сегодняшнего дня и пришло время подвести промежуточные итоги. Да, подходит к концу онлайн-часть конференции .next 2022 весеннего сезона, и мы готовы его закрыть. И вы уже знаете, что я Игорь Лабутин, только что с вами поздоровался Анатолий Кулаков, но с нами есть и новички. Мы только что смогли выдернуть Андрея Акиньшина из жаркой дискуссионной зоны после круглого стола в главной студии. И с нами еще Ира. Всем привет, меня зовут Ира, я здесь действительно в первый раз в этой студии. Я программный координатор конференции .next. Мы здесь все собрались большой компанией, вещаем из Петербурга, и рады приветствовать всех, кто остался, кто сегодня целый день смотрел наши доклады. Как вообще, ребята, впечатление у вас от конференции, от этого длинного, тяжелого дня? Слушай, мне понравилось, особенно второй день я участвовал в двух таких интервью круглых столах. Мы сегодня с самим Алексеем Федоровым обсуждали то, как вообще .next создавался, строился с самого начала, как у нас IT-команда, которая стоит за организацией вот этого всего добра, что вы нас видите прямо в интернете. Мы тут, а вы там, и у нас все равно. Видите, это работает и не падает. Я очень надеюсь, что если вы где-то слышите, то оно действительно не упало. И это не просто так оно случайно не упало, это многие люди работали очень много месяцев, чтобы работало все стабильненько. Спасибо им большое. И про опенсорс у нас очень клевый круглый стол был, и в зуме потом дискуссионка, там народ прибежал, и у многих болит с опенсорса. Вы посмотрите потом видео, но если кратко, там есть некоторые проблемы. Было очень здорово их обсудить. Ребят, как вам конфа? У меня в основном была роль экспертов, я в основном участвовал как раз-таки в обсуждениях, в бофах после докладов, в дискуссионках после докладов, и, соответственно, тестировал спикерскую джуга. Никто не знает в онлайне, но на самом деле у нас тут огромное число спикеров из студии вещало, и для них построили специальную спикерскую, почти как в оффлайне. Там есть шикарные печеньки. В общем, если вы вдруг захотите на себе это испробовать, то напоминаю, что стать спикером, делать доклады и непосредственно участвовать в конференции .next, то дает очень много преимуществ, в том числе очень вкусные печеньки. Да, с моей стороны я сегодня побыл экспертом. Мы посмотрели доклад Миши Филиппова про ход Reload. Это было, я бы сказал, классически по-дотнекстовски, глубоко и очень детально и так далее. Ну и вообще, в целом, сегодня, как я сказал, был хороший такой практический день. Было много хороших дискуссий, было много практической информации. И я думаю, что вы все сможете это сами оценить, посмотрев все эти записи, которые сейчас есть и вам доступны. А мы давайте потихонечку двигаться дальше, и нам нужно поблагодарить всех тех, кто сделал то, что вы сегодня видели и вчера. Да, ну и в первую очередь, конечно, надо сказать спасибо нашим замечательным спикерам. Это те люди, которые полгода работали, чтобы сделать клевые доклады, и два дня они нас развлекали. Если вы пропустили какие-то докладики, но вам потенциально интересна тема, посмотрите обязательно докладики, оставляйте комментарии. Если вам что-то особенно понравилось, вы можете спикерам прямо на почту или в Твиттер, или в Телеграм, или какими-то социальными сетями пользуетесь. Напишите, что им понравилось. Спасибо. Просто одно слово спасибо, и спикер уже сразу станет намного более счастливым и довольным. Спикерам помогали эксперты, задавали вопросы, следили за вашими вопросами в чатах, помогали в дискуссионных зонах и добавляли на самом деле много полезной информации, в том числе и в доклады, потому что эксперты у нас тоже все как на подбор, все профессиональные и много чего знают в том, чем занимаются в Дотнете. Ну и, конечно, как не поблагодарить ребят, благодаря которым здесь собрались все эти замечательные спикеры и эксперты. Это программный комитет конференции, люди, благодаря которым я всегда знаю, какие у меня планы на вечер вторника. Ребята строгие, справедливые, веселые, с ними очень интересно. Огромное вам, ребята, спасибо за то, что продолжаете все это нелегкое дело. Все это нелегкое дело мы не смогли бы сделать без основной фабрики, без основного двигателя, без основного мотора этого процесса компании JuGru Group. Надеюсь, сегодня после доклада Алексея Федорова и Николая Молчанова вы поняли, что это не просто какая-то контора, которая билетики на конференцию продает. Здесь внутри творятся огромные, интересные, большие и чрезвычайно сложные процессы. Это уже не просто билетер, это и IT-компания, это и хайринговая компания, это еще, не знаю, какая-нибудь видеооператорская компания. И одним из примеров, которого никто из вас не видит, это как раз является режиссерская группа, которая сейчас за пультом и которая непосредственно отвечает за картинку, за звук, за видео. Поэтому огромное спасибо, ребята, тем, кто сейчас в студии, тех, кто технически нас поддерживает, тех, кто готовит сценарий и занимается другой очень тяжелой и очень интересной работой. Вот благодаря вам, благодаря всем нам получается такой интересный контент и такие интересные конференции. Ну и мы хотим поблагодарить наших партнеров, без которых тоже конференция вряд ли бы состоялась. И напоминаем, что вы сможете встретиться с этими партнерами на выставке в онлайн-варианте. Она продолжит работать, включая и сегодня, и завтра, и весь период до офлайн-дня, то есть до 27 июня. Так что, если вам что-то интересно, заходите туда. Да, напоминаю также, что от наших партнеров есть квизы и розыгрыши. Они очень увлекательные, очень интересные. Они будут работать и после конференции, но есть маленький нюанс. Квизы и розыгрыши во время конференции и после конференции, они выглядят одинаково, пахнут одинаково, но работают не совсем одинаково. После конференции нет призов. Вы можете просто порешать их для собственного удовольствия, там действительно здорово. А если вы хотите призы, приходите на следующий .next и на следующей конференции участвуйте в конкурсах, чтобы получить клевый приз. Да, и если вам что-то понравилось, не понравилось, неважно, по конференции, по нашим партнерам, еще почему-то, отставляйте нам обратную связь. Обратная связь – это хорошо. Да, как вы знаете, мы очень любим форму обратной связи. Если вам есть за что нас похвалить или поругать, пожалуйста, заходите на свою почту, находите там форму обратной связи и делитесь, что вам понравилось на конференции, а что нам можно улучшить. Все участники, которые заполняют ФОС, получат скидку на апгрейд своего онлайн-билета до оффлайн-билета. Так что не пропустите это письмо на своей почте. А я не устаю напоминать новичкам, как круто все-таки посещать оффлайн-конференции. Если вы новичок, то просто поверьте на слово, вы обязаны хоть раз в жизни это послушать. Ну, я думаю, о старичкам не о чем и говорить, они все помнят. Все будет как и раньше и даже лучше, намного лучше. У нас по-прежнему останутся самые крутейшие спикеры, у нас по-прежнему будет пиво, печеньки, вечеринка. Ну, кроме вечеринки, там что-то еще собирается быть. Да, там много всякого разного. Я гляжу, тебя вообще зацепили эти печеньки. Ты, видимо, ожидаешь, что печеньки, которые в спикерской, они и в пулковской будут. Безусловно. Принесем тебе. Да, там просто другие печеньки, скорее всего, там кейтеринг местный. Я возьму с собой, потому что таких великолепных пироженок я не ел просто никогда в жизни. Хорошо, хорошо. Значит, Толя принесет печеньки, всех угостит. И вообще, это, наверное, самая главная часть оффлайн-конференции, которых у нас не было два года, которых мы все ждали. Это общение, что вот можно встретить члена программного комитета, который угостит тебя печенькой. Можно встретить коллег, единомышленников просто в неформальной обстановке посидеть, пообщаться. Это очень здорово. То есть точно так же будут доклады. После докладов можно будет поймать спикеров, и будут такие же дискуссионные зоны. Можно будет посидеть, пообщаться, поспрашивать всякие хитрые НДАшные вопросы, которые обычно люди не рассказывают. А вот тут можно все узнать. В общем, общение — это очень здорово. Это нетворкинг — основная составляющая конференции. Ну, видишь, Андрей, ты сказал, что будут такие же дискуссионные зоны, но дискуссии будут не совсем такие же. Дело в том, что наши дискуссии будут проходить в офлайне и не будут транслироваться в Zoom или на сайт, не будут записываться. То есть это та самая живая атмосфера того самого настоящего общения со спикером на офлайн-конференции. Те участники, которые купили полноценный такой обычный онлайн-билет, смогут посмотреть все наши доклады и круглые столы в трансляции на сайте. Так что, хоть мы сегодня и подводим какой-то небольшой итог этой части онлайна, не переключайтесь, пожалуйста, от нас. А посмотреть будет на что? Мы уже сегодня на открытии, если вы внезапно его пропустили, довольно подробно обсудили программу офлайн-дня. Но я напомню кратенько, что мы сможем заглянуть в совершенно разные темы. То есть мы посмотрим от каких-то хардкорных вещей, всяких лог-фри синхронизаций и коллекций до оптимизации трэдпула или какой-то очень тонкой настройки трэдпула. Затронем архитектуру. Если вы знаете слова «ддд» или что-то подобное, то приходите. Если вы пилите микросервисы и не знаете, как их склеить обратно, тоже приходите. Вам расскажут, как их обратно… что с ними вообще делать. Кстати, авторизация и аутентификация. Сегодня был отличный доклад про авторизацию и аутентификацию. Будет его продолжение, будет обсуждение детальное, где рассмотрят более… ну такие корнер-кейсы. И не обойдется, конечно, без разговора про наш любимый C-Sharp. Так что будет много чего интересного. Приходите. Ну и, как мы уже сказали, конечно, будет много обсуждений. Обсуждения, обсуждения. Ловите всех в офлайне, ловите в коридорах и обсуждайте все насущные вопросы. Пришло время заканчивать сегодняшний день. Мы не прощаемся с вами, встретимся на офлайне. Кто придет ножками, встретимся с вами лично, лицом к лицу. Кто не придет ножками, ждем вас на нашей трансляции. Кто не придет ни туда, ни сюда, ждем вас на следующих конференциях dotnext. Я уверен, что мы с вами еще встретимся очень-очень много-много раз. Всех ждем. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Всем пока. Счастливо. Пока-пока. Продолжение следует.